Ну вот наконец-то дождливый сентябрь, ну вот наконец-то прохладная осень, и тучи повисли косыми сетями, и кончился месяц под номером 8, так писал и пел неподорожаемый Александр Дольский. А для нас месяц сентябрь – это не только начало осени, но это повод подвести итоги, наверное, самого крупного, самого авторитетного в мире кардиологического, а может быть даже и медицинского мероприятия, которое называется Европейский конгресс кардиологов. Добрый день, дорогие коллеги, меня зовут Антон Владимирович Родионов, я врач-кардиолог, доцент Сеченовского университета, и сегодня мы с вами обсудим самые интересные моменты минувшего Европейского конгресса кардиологов, который уже второй год, к сожалению, уже даже хотел сказать по традиции, но это, конечно, очень скверная традиция, но, к сожалению, проходит в формате онлайн. Впрочем, в онлайне посмотреть его может любой интересующийся кардиологией, для этого не нужно ехать в Барселону, в Мюнхен, в Рим, в Париж, в Лондон, достаточно сесть за компьютер и посмотреть, что же интересного произошло. Но для тех, кто не имел возможности эти четыре последних сентябрьских дня следить за новостями конгресса, я подготовил обзор ключевых исследований, самых важных исследований, а в завершении я очень коротко расскажу об основных изменениях в клинических рекомендациях. Итак, давайте начнем. Это мой конфликт интересов, а точнее, сегодня у нас с вами только интересы, никакого конфликта нет, и я декларирую с удовольствием отсутствие конфликта интересов, отсутствие поддержки нашей встречи со стороны индустрии. К сожалению, в этом году перечень ключевых исследований в основном включает исследования технологий, гаджетов, девайсов, интервенционных процедур. Из 18 ключевых исследований, так называемых хот-лайнов, горячих исследований, горячих тем, горячих пирожков, лишь, по сути дела, два исследования посвящены вот такой вот чистой таблеточной кардиологии, что мне, конечно, как кардиологу таблеточному очень обидно. Поэтому мы с вами сегодня обсудим, нет, ну не все 18 исследований, мы с вами поговорим о самых, наверное, интересных исследованиях. Часть из них изменит нашу клиническую практику, часть из них не изменит нашу клиническую практику. О чем-то мы просто подумаем, над чем-то, может быть, даже посмеемся, но, тем не менее, все равно кардиология движется вперед. Итак, первое, наверное, самое главное событие нынешнего сезона, самое главное событие нынешнего года, оно опять вновь и вновь связано с классом препаратов, которые называются ингибиторы натриевоглюкозного котранспортера второго типа. Или ингибитор SGLT2, если говорить по-английски. Ну, а иногда мы используем короткое родовое окончание глифлозины. Я думаю, что все хорошо знают этот класс препаратов, он появился как класс сахароснижающих препаратов. И такое ключевое исследование, самое первое исследование, которое продемонстрировало улучшение прогноза сердечно-сосудистого у больных с сахарным диабетом, это был, если мне память не изменяет, 2016 год исследование по рекауткам, по эмпоглифлозину. Потом появилось исследование DECLARE по дапоглифлозину, но все это были больные с сахарным диабетом. А потом, я на всякий случай углубляюсь в историю, потому что я понимаю, что нас могут смотреть врачи самых разных специальностей, поэтому извините, если эту историю вы хорошо знаете, но все-таки я думаю, что об этом нужно вспомнить. Уж очень хорошая история. А потом, когда исследователи посмотрели на то, за счет чего улучшается прогноз, посмотрели субанализы и обратили внимание, что главным образом глифлозины улучшают прогноз у пациентов с сердечной недостаточностью. И возникла парадоксальная мысль, а не попробовать ли этот препарат сахароснижающий, я напомню, и основная его, кстати, миссия – это сбрасывать сахар через почки, то есть препарат, который по механизму фармакологического действия он снижает почечный порог глюкозурии и фактически выводит сахар через почки. Так вот, не попробовать ли этот препарат, эту группу препаратов у пациентов с чистой хронической сердечной недостаточностью, независимо от сахарного диабета. И предыдущие два года, собственно, мы наблюдали за двумя триумфальными исследованиями. 2019 год это было исследование ДАПА-ЭйЧФ, ДАПА-Глифлозин там вырвался вперед, и было показано, что действительно он улучшает, серьезно улучшает прогнозы в плане госпитализации, в плане смертности по сердечно-сосудистой. В прошлом году появляется исследование. Вот эта история, это сразу я специально здесь показываю, что это 20-й год, это история. Это исследование Empire Reduced, это исследование ЭМПА-Глифлозина у пациентов с сердечной недостаточностью, независимо от наличия сахарного диабета. Слово Reduced в данном случае означает пациентов со сниженной фракцией выброса левого желудочка, то есть фракции выброса меньше 40%. Это классическая модель, в общем-то, для всех исследований сердечной недостаточности. Исследование позитивное, суммарное, вот эта композитная конечная точка, она разошлась, но разошлась, надо сказать, она главным образом за счет госпитализации, потому что если отдельно проанализировать смертность, кстати, в отличие от DAPHF и частоту госпитализации, то в Empire Reduced смертность не разошлась, но в основном вот этот прекрасный эффект по первичной конечной точке, он был достигнут за счет снижения частоты госпитализации по поводу ХСН. Ну, в общем, что тоже немало. Итак, исследование Empire Reduced, это 2020 год, и мы ждали с нетерпением 2021 года, потому что на Европейском конгрессе кардиологов было представлено исследование, продолжение этого исследования, это Empire Preserved, то есть исследование эмпоглифазина при сердечной недостаточности у пациентов с сохраненной фракцией выброса. Что это были за пациенты? Это были пациенты старше 18 лет, в данном случае 18+, я таким фривольным образом обозначил всего лишь возраст пациента, в нем нет ничего эротического в этом исследовании. Это пациенты с клинически выраженной сердечной недостаточностью от 2 до 4 функционального класса, с фракцией выброса больше 40. То есть, строго говоря, знатоки могут нас поправить и сказать, что это не просто сохраненная фракция, это и умеренно сниженная, и вы будете правы, и повышением уровня NT pro BNP, который позволял подтвердить, что да, это действительно сердечная недостаточность. Вот это критерии включения. Итак, вот что получилось. Вот она первичная конечная точка, это композитная составная конечная точка, куда тоже входила госпитализация по поводу сердечной недостаточности и сердечно-сосудистая смерть. Результаты вы видите на экране. Снижение относительного риска на 21%. И показатель, который я очень люблю и всегда стараюсь его найти во всех клинических исследованиях, который называется NNT. NNT – number need to treat. Число больных, которых необходимо пролечить для того, чтобы предотвратить одно событие. То есть, в данном случае, если ко мне на прием, ну, например, там, за неделю пришли 31 пациент с сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса, и я всем назначил, соответственно, эмпоглифлозин, то в одном случае я смогу предупредить, ну, если не смерть, то во всяком случае, лишнюю госпитализацию по поводу сердечной недостаточности. Вот такие вот результаты. Еще раз повторю, что здесь кривые разошлись главным образом за счет именно госпитализации по поводу сердечной недостаточности, по сердечно-сосудистым смертям, так же, кстати, как и в Empire Reduced, различий достоверных не было. Но, в конце концов, давайте вспомним, что до сегодняшнего дня, точнее до, если не ошибаюсь, 27 августа, когда было доложено это исследование, у нас в руках не было ни одного препарата, ни одной группы, который бы доказанно улучшал прогноз хоть какой-то, хоть в терминах госпитализации у пациентов сердечной недостаточностью с сохраненной фракцией выброса. На эту роль пробовались разные кандидаты, ингибиторы АПФ, и сартаны, и спиронолактон, и суккубитрилволсартан, и, в общем-то, все эти исследования были в той или иной степени провальны. И фактически то, что мы увидели в режиме реального времени, в прямом эфире, а, кстати, чем интересны вот эти хот-лайны, исследователи связаны подпиской о неразглашении, о конфиденциальности. И только в режиме реального времени действительно весь мир узнаёт результаты этих исследований. Так вот, фактически у нас с вами появился первый в мире за всю историю фармакологии препарат, улучшающий прогноз у пациентов с сердечной недостаточностью и сохранённой фракцией выброса. Ну и, конечно, вишенка на торте. Вот как это всё происходило. Это скриншот с прямого эфира. Давайте посмотрим подробнее, что нам показывают. И вишенка на торте, последняя строчка, вторичная конечная точка – это нефропротекция. Я напомню, что на сегодняшний день грифлозины – это препараты, которые фактически убивают трёх зайцев. Это, конечно, сахарный диабет, это приличные сахароснижающие препараты, не вызывающие гипогликемии, за что, собственно, их любят не только эндокринологи, но и интернисты. С появлением, я честно скажу, что, будучи кардиологом, с появлением грифлозинов и агонистов глюкогоноподобного пептида первого типа, я перестал бояться самостоятельно лечить больных с сахарным диабетом второго типа, потому что, в отличие от сульфанилмочевины, они не вызывают гипогликемии. Так это первый зайц. Второй зайц – это сердечная недостаточность. Сейчас уже совершенно понятно, и мы об этом ещё сегодня поговорим, обсуждая клинические рекомендации, что глифлозины – это препараты для лечения сердечной недостаточности. Ну и третье показание – оно в ближайшее время будет зарегистрировано. Исследование, в частности, да, по секиде, оно уже завершено. Это положительное исследование. Это нефропротекция. Здесь тоже, здесь это была не первичная цель, это была вторичная конечная точка, но, тем не менее, замедление скорости клубочков фильтрации у пациентов, получавших эмпоглифлозин, оно было несколько ниже. То есть, короче говоря, нефропротективный эффект тоже есть. Ну вот такая вот история. Это, наверное, самое важное, это, наверное, самое главное. Это исследования, которые, конечно же, будут обсуждать ещё очень много. Я думаю, что будут ещё целые программы, симпозиумы, посвящённые этому исследованию, посвящённые глифлозинам. И, конечно, это исследование повлияет на нашу практику. Сегодня уже можно сказать, что ингибиторы натриевоглюкозного транспортера второго типа, они вошли в практику кардиолога. И уже каждый кардиолог должен их использовать точно так же, как мы используем ингибиторы АПФ, статины, антикоагулянты и так далее. Да, дорогие коллеги, я должен сказать, что вы можете задавать вопросы во время нашего прямого эфира. У нас идёт прямой эфир, и в завершении я обязательно постараюсь на них ответить. Может быть, не на все, потому что, честно говоря, информации очень много. Я ещё не успел, сказать, с лупой изучить все эти публикации, но обязательно постараюсь ответить. В конце на последнем слайде будет мой электронный адрес. Если кому-то нужны полнотекстовые публикации, пожалуйста, пишите мне. Я с вами с удовольствием поделюсь. Либо подписывайтесь на Facebook, на мою страничку. Там тоже есть большой пост с дайджестом исследований, с дайджестом ключевых исследований и ссылками на все полнотекстовые версии тех исследований, статей, которые мы сегодня будем обсуждать. Ну а мы двигаемся дальше. И вторая новость, и второй препарат. Это новый препарат. Я думаю, что многие слушатели сегодня услышат это название впервые. Это феноренон. Пока этого препарата в России еще нет, он еще не зарегистрирован, но он будет зарегистрирован. Такой вот инсайт от компании, которая будет с ним работать. Он будет зарегистрирован в ближайшее время, и вы обязательно про него услышите. Итак, это исследование Фигаро и препарат феноренон у пациентов с хронической болезнью почек и с сахарным диабетом второго типа. Несмотря на то, что феноренона на российском фармацевтическом рынке пока нет, но тем не менее, все-таки те, кто внимательно смотрят и следят за новостями медицины, за новостями кардиологии, а в данном случае заодно и эндокринологии, и нефрологии, может быть, вы слышали про этот препарат и про эти исследования. Потому что про феноренон мы услышали не вчера. Ну, давайте посмотрим, что такое феноренон. На что похоже название? На эплоренон. Совершенно верно. Феноренон – это третий представитель антагонистов минералокортикоидных рецепторов, третий после спиронолактона и эплоренона. И если в молекуле, в структурной формуле спиронолактона и эплоренона без труда угадывается стероидное кольцо, знаменитый циклопентан-пергидрофенантрен, то феноренон – это препарат, имеющий нестероидную структуру. Ну и ладно, мы традиционно привыкли, что и альдостерон, и, извините, спиронолактон, и эплоренон – это антагонисты минералокортикоидных рецепторов, которые главным образом используют как антиальдостероновые препараты в лечении сердечной недостаточности. Но разработчики феноренона пошли иным путём. И понимая, что эти препараты обладают мощным антифибротическим действием, они попробовали изучить феноренон у пациентов с хронической болезнью почек при сахарном диабете. То есть, проще говоря, у пациентов с диабетической нефропатией. И первая ласточка вылетела, опять же, в прошлом году, в 2020 году. Вот почему я сказал, что те, кто следят за новостями, возможно, это имя, это название препарата уже слышали. 2020 год, исследование Фиделио. Это исследование тоже у пациентов с сахарным диабетом и тоже с хронической болезнью почек. Но обратите внимание, здесь скорость клубочковой фильтрации была ниже. То есть, скорость клубочковой фильтрации здесь составила 44 мл в минуту. Обратите внимание, потому что следующее мы увидим исследование Фигаро, и там скорость клубочковой фильтрации выше. Значит, минус 14%. Ну, честно говоря, не бог весь что. Это композитная конечная точка, включающая и смерть, и инфаркт миокарда, и инсульт, и декомпенсацию ХСН. То есть, такая братская могила. И я не буду подробно рассказывать сейчас про Фиделио. Это уже дела минувших дней. Но просто вспомню, что отдельно, когда раскинули эту первичную конечную точку на составляющие, то по отдельным переменным, инфарктам, инсультам и даже до компенсации ХСН различий не было. Поэтому да, это положительное исследование, но результаты такие довольно скромные. Вот это суммарный взгляд на популяцию пациентов. Вот давайте посмотрим. Вот это исследование Фиделио, про которое я говорил. Вот она желтая, вот он желтый сектор, желтый, в том числе пересекающийся. Вот эти пациенты, вот я сейчас попытаюсь их обвести мышкой, вот это публика, это пациенты из исследования Фиделио. Это была более тяжелая нефропатия. Напомню, что большинство пациентов попадали вот сюда. У них средняя скорость клубочковой фильтрации была 44 мл в минуту. Исследование Фигаро – это продолжение, вернее расширение, как хотите, это расширение популяции пациентов с сахарным диабетом и ХБП. И в данном случае вот этот голубой сектор – это популяция пациентов из исследования Фигаро. Они были легче. Средняя скорость клубочковой фильтрации составляла 68 мл в минуту. Поэтому, конечно, результаты этого исследования, этих исследований, вернее, имеет смысл анализировать вместе. И будет в ближайшее время объединенная публикация. Собственно, мы узнаем, как препарат в целом у пациентов с ХБП и с сахарным диабетом второго типа влияет и на сердечно-сосудистые исходы, и на функцию почек. Итак, давайте посмотрим результаты исследований Фигаро. Вот это больные с ХБП-диабетом и такой умеренным снижением функции почек. Потому что, честно говоря, 68 мл в минуту – это, в общем, даже и почти что не ХБП. Но, правда, там были пациенты и с альбоминурией. Итак, первичная конечная точка все та же суммарная. Композитная конечная точка расползается с такой натяжкой на достоверность всего-навсего на 13%. И когда анализировали, опять же, раздельно компоненты первичной и конечной точки, то, обратите внимание, не выстрелила ни смертность, ни инфаркты, ни инсульты. Выстрелил показатель под названием госпитализация по поводу ХСН. Ну, естественно, потому что антагонист минералокортикоидных рецепторов, антиальдостероновый препарат, в общем, должен каким-то образом действовать на сердечную недостаточность. Ну, так или иначе, это исследование можно расценить как позитивное. И там есть достаточно такие скромные данные по нефропротекции, особенно в первом исследовании, в исследовании Fidelio. И забегая вперед, я скажу, что этот препарат будет в России, и производители как раз его будут позиционировать как нефропротектор, как улучшитель прогноза у пациентов с диабетической нефропатией. И поэтому в ближайший год, в ближайшие годы мы с вами будем все чаще встречаться и говорить именно о проблеме хронической болезни почек. Видите, сразу два игрока у нас заходят в ХБП. Это глифлозины, причем в первую очередь там первым зайдет ДАПа-глифлозин, потому что ДАПа-секиди уже завершена. И появится, думаю, что в ближайший год появится фенаринон, и вот эти два препарата будут пытаться улучшить судьбу пациентов с хронической болезнью почек. Ну что ж, а мы двинемся дальше, и следующая тема нашего обсуждения – это фибрилляция предсердия. Но здесь не ждите чудес в отношении лечения. Мы поговорим не о том, как надо лечить этих пациентов, а скорее о том, кого нужно лечить. Многие годы мы, собственно, и говорили, и рассказывали, и читали. Примерно все одно и то же. Выявил фибрилляцию предсердия, любую лечи, антикоагулируй. Антикоагулянты, фибрилляция предсердия, фибрилляция предсердия, антикоагулянты. Но при этом всегда у нас оставался вопрос, а где начинается та фибрилляция предсердия, которую нужно лечить, которую нужно антикоагулировать? Ну, например, а если я на холтеровском мониторе поймал какую-то там короткую пробежечку в 4 секунды, не пойми что, то ли фибрилляция, то ли просто какая-то предсердная тахикардия, то ли просто какой-то залп экстрасистал, не всегда с лёгкостью можно по холтуру сказать, нужно ли такого пациента антикоагулировать. Более того, сейчас же появляется масса всяких устройств. Вот эта картиночка из прошлогодних рекомендаций по фибрилляции предсердия. Я думаю, что все прекрасно знают. Можно сейчас ритм зафиксировать часами, пластырями, футболкой. Есть специальная даже футболка с датчиками. То есть записать ритм вообще не проблема. Часами, браслетом, по сути дела любые два контакта, хоть с двух пальцев, которые как-то замыкаются и пишут первое стандартное отведение, всё это уже возможность записать электрокардиограмму и, соответственно, с высокой достоверностью, с высоким разрешением заподозрить фибрилляцию предсердия. Знаете, я очень до поры до времени скептически к этому относился, пока пациент не принёс мне, причём молодой пациент, у которого бывали какие-то действительно эпизоды тахиаритмии, когда он принёс мне... То есть, вернее, он показал мне телефон и сказал, что вот эта запись часов, вот что у меня в этот момент происходит. И я увидел прекрасную, чистую, абсолютно бесспорную, достоверную запись, по которой я сказал, ну да, это фибрилляция предсердия. Ну так вот, то есть у нас появляются новые возможности для ранней детекции, для раннего выявления фибрилляции предсердий. Ну, кто выгодополучатель этого? Естественно, на первый взгляд, это компания-производители антикоагулянтов, потому что чем раньше мы выявим, чем больше мы выявим пациентов с фибрилляцией предсердия, тем больше мы будем пациентов антикоагулировать, но, естественно, с надеждой, что будет меньше инсультов кардиоэмболических, потому что, с другой стороны, мы прекрасно знаем, что у многих пациентов фибрилляция предсердия может быть бессимптомной, малосимптомной, и иногда вообще первым клиническим проявлением фибрилляции предсердия становится инсульт. Пациент приезжает с инсультом на кардиограмме фибрилляции предсердий, а пациент никогда не знал, что у него есть такая проблема. Так вот, исследование луп. Луп по-английски петля. Части пациентов, полторы тысячи пациентов, получает петлевой рекордер, имплантируется петлевой рекордер. Что это такое? Это маленькая флешечка, маленькая такая пластиночка, которая имплантируется подкожно, и фактически это такой бесконечный холтер, это многомесячный холтер, это устройство, которое по кругу записывает кардиограмму, и если компьютер, встроенный в этот рекордер, компьютер записывает какое-то, фиксирует событие, то он его сбрасывает в энергонезависимую память, откуда потом его можно извлечь. То есть фактически это запись, непрерывная запись, многомесячная, иногда даже многолетняя, того, что происходит с сердечным ритмом. Обычно такие рекордеры имплантируют в реальной жизни пациентам с необъяснимыми синкопами, когда мы подозреваем какие-то желудочковые нарушения ритма. Вторая часть контрольной группы, это 4,5 тысячи человек, за ними просто наблюдали так, как мы обычно наблюдаем. Ну то есть что, пришел, пожаловался, сделали кардиограмму, при необходимости сделали холтер. И естественно, вне всяких сомнений, у тех пациентов, которым проводили активную стратегию выявления, то есть у которых стоял этот петлевой регистратор, у них выявляли фибрилляцию предсердий гораздо чаще. Ну это понятно, конечно, если человек живет постоянно с этим холтером. В три раза чаще, практически в три раза чаще. 32% пациентов в активной группе и 12% в группе по обращению. Естественно, если выявляли по петлевому рекордеру, выявляли фибрилляцию предсердий, то, соответственно, пациентов назначали, рекомендовали антикоагулянты. То есть понятно, что в группе активного выявления антикоагуляция проводилась гораздо чаще. Ну а теперь самое интересное. Хорошо, мы выявили, да, мы научились рано выявлять. Мы научились назначать антикоагулянты. А какой выход? И вот это, честно говоря, данные, которые, прямо скажем, обескураживают. Вот если бы, например, вообще признаюсь честно, не если бы я, когда еще перед началом Конгресса, я знал, естественно, какие будут исследования, и я набросал на листочки свои прогнозы. Вот что я думаю, какие будут результаты исследования. И, конечно, вот в этом исследовании здесь я поставил на положительный результат и, увы, проиграл, потому что различий между частотой инсультов, прежде всего, и других системных эмболий и общей смертности не было. И буквально следом же на том же Конгрессе докладывают исследования Stroke Stop. Идея примерно та же. Две стратегии выявления, раннего выявления фибрилляции предсердий, только здесь активные группы вместо рекордера просто чаще проводят кардиограмму. То есть это люди, не молодые люди, 75 лет, которым снимают ЭКГ раз в две недели. Там их приглашают, там есть специальные аппараты, и быстренько снимают им кардиограмму. И, удивительно, результат был примерно тот же самый. Ну, чуть-чуть, там минус 4%, вот последнюю строчку можете посмотреть, минус 4% лучше, то есть тенденция к лучшему результату в группе активного выявления. Но, опять же, это не шок, это не сенсация, а скорее это вопрос, на который пока у нас нет ответа. А всё-таки, где вот то минимальное бремя фибрилляции предсердий, при котором нужно назначать антикоагулянты? А сколько должен человек мерцать, чтобы в полости в ушке левого предсердия сформировался тромб, который потом улетит? Вопрос, на который пока нет ответа. Конечно, мне не хотелось бы, чтобы вот эти данные, чтобы они для кого-то служили аргументом к неназначению антикоагулянтом тем, кому они нужны. Потому что, всё-таки, согласитесь, то, как мы выявляем фибрилляцию предсердий, это обычное наблюдение, это и есть обычное наблюдение. Мы не ставим рекордеры, мы редко используем какие-то суперсистемы длительного мониторирования. Поэтому это лишь исследования, которые ставят вопросы для новых работ, для новых научных направлений, где вот это вот бремя, насколько велико должно быть бремя фибрилляции предсердий, чтобы начать антикоагуляцию. Думаю, что рано или поздно мы ответ на этот вопрос получим. Прежде всего, конечно, интересны результаты субанализа исследований ЛУП. Всё-таки вот разбросать по длительности вот этих зафиксированных пароксизмов. Думаю, что мы ответы на этот вопрос получим. Может быть, даже в ближайшее будущее. И ещё одно исследование, которое имеет отношение к фибрилляции предсердий, вернее, уже к тактике лечения фибрилляции предсердий. Я думаю, что кардиологи прекрасно меня поймут и вспомнят своих пациентов. Их, к счастью, не очень много. Пациентов с постоянной фибрилляцией предсердия – сложной для ритмурежающей терапии. В большинстве случаев никаких проблем нет. Как раз работать с пациентами с постоянной фибрилляцией предсердия легко и приятно. Ты не мучаешься с антиаритмиками, ты назначил антикоагулянт, ты назначил бета-блокатор. Если не хватает бета-блокатора, ты докинул полтаблеточки дегоксина, и всё, и счастье. Оттетровал одно-другое. 99% пациентов с фибрилляцией предсердия совершенно нормально урежаются, в отличие от трепетания предсердия. Но есть, ну, мне кажется, что это действительно порядка 1-2%. Ну, вот даже у меня там вот сейчас наблюдается несколько таких пациентов, я их прям помню в лицо, потому что они сложные для меня. Пациенты, у которых, несмотря на полную дозу бета-блокатора, причём иногда там такие идут дозы, вот уже какие-то, мягко говоря, максимальные, причём иногда даже пытаешься использовать уже нетрадиционные, там, метапролол, бесапролол, корвиделол, а такие довольно дубовые бета-блокаторы, которые мы в жизни уже редко используем, как атенолол или бетоксолол, тоже, кто помнит, очень мощный ритморяжающий препарат, плюс дегоксин, и никак, и мы не достигаем целевой, комфортной частоты сердечных сокращений. То есть иногда даже приходится назначать, это есть, кстати, в рекомендациях, уже как терапию отчаяния аммиударон, для того, чтобы хоть как-то уредить ритм. Ну, так вот, и мы как раз в нашей клинике, а это клиника, где работал долгие годы профессор Александр Викторович Недоступ, который, как вы знаете, один из ведущих специалистов был, и вообще апологетов разработки вот этого направления, лечения фибрилляции предсердий, так вот иногда мы как-то задумывались, а может быть вообще этим больным сделать абляцию, АВ-соединение, поставить стимулятор, но у единичных пациентов дело доходило до такой операции. И вот, собственно, авторы этого исследования, исследование ОПАВ-СРТ, они и опробовали эту стратегию, исследование небольшое, впрочем, и пациентов таких немного, 133 пациента. Части пациентов выполнили радиочастотную абляцию, разрушение, деструкцию атриовентрикулярного соединения и имплантировали сердечно-ресинхронизирующую терапию, систему СРТ. Вторую половину пытались урежать консервативно. Результаты вы видите в правой части слайда. Результаты были лучше у пациентов, в котором делалась абляция, разрушение атриовентрикулярного соединения и имплантация сердечно-ресинхронизирующей терапии. Опять же, таких пациентов немного, но во всяком случае, я думаю, что для нас это исследование важно. Потому что, во-первых, у нас появляется уверенность, что да, мы думаем в правильном направлении. И это можно использовать, это процедура отчаяния, да. Это не для всех, это не для многих. И с другой стороны, наверное, мне легче будет найти интервенциониста, который возьмется выполнить эту операцию. Потому что мы можем, таблеточники, можем думать сколько угодно, но найти аритмолога, который возьмется уничтожить, в общем, нормально работающий, хорошо проводящий атриовентрикулярный узел, это еще надо поискать. Поэтому вот это исследование, несмотря на то, что оно охватывает такое небольшое количество пациентов, ну, мне кажется, оно достаточно интересное и достаточно важное. Двигаемся дальше, а дальше у нас с вами по плану гипертония. И здесь мне, конечно, как человеку специализирующемуся на лечении артериальной гипертензии, занимаюсь резистентной гипертонией. Ну, в общем, остается лишь загрустить. Последние годы, как-то с тех пор, как немножко устаканилась ситуация с радиочастотной, с симпатической ренальной денервацией, что-то ничего такого яркого, интересного в гипертонзиологии не происходит. Ну, вот два исследования, которые имеют отношение, конечно, к гипертонии, которые можно назвать знаменитой фразой старой песни о главном. Старой, а может быть, даже и очень старой песни. Исследование невероятно остроумное. Исследование, которое тоже, я думаю, что долго буду цитировать. А что еще цитируют гипертонии? Исследование, даже не знаю, как это прочесть, ССАСС. Сложное название. Потребление соли и риск инсульта. Скажешь, ну что там такое, ну и что, ну то, что соленое повышает давление, а стало быть, повышает риск инсульта, это известно. Давайте посмотрим, что сделали китайцы, потому что исследование было сделано в Китае на огромной популяции пациентов, 20 тысяч пациентов из 600 деревень. То есть, там прям брали китайцев деревнями. Так вот, 300 деревень использовали соль так, как они обычно ее используют. То есть, это была контрольная группа, которая солила пищу обычной солью, обычным натрий хлором, так, как мы все и делаем. Основная группа – это 300 деревень, в которые пришли исследователи. Что они сделали? Они забрали у этих китайцев, несчастных, их поваренную соль натрий хлор, и вместо этого выдали им другую соль. Соль со сниженным содержанием натрия в этой соли, 25% было заменено на хлорид калия. Многие слышали, кстати, в России она тоже продается, можно в интернете найти, у нас тоже есть соль с пониженным содержанием натрия. Когда мы обсуждали с коллегами, то многие так высказали скептично, говорят, ну и что, ну калий, во-первых, калийная соль, она горькая, вообще, по-видимому, она менее соленая, наверное, придется солить больше. Но так или иначе, давайте посмотрим, что получилось у китайцев. И я напомню, что здесь твердые точки были самые что ни на есть твердые. То есть они смотрели не просто там влияние на артериальное давление, они смотрели результаты по влиянию на прогноз. Смотрите, какие прекрасные совершенно результаты. Инсульт – достоверно. Все сердечно-сосудистые катастрофы – достоверно. Общая смертность – п меньше 0,001. Потрясающе. Простой, дешевый, надежный метод, о котором мы, казалось бы, знали. Посмотрите, как хорошо влияет на прогноз. Вот уж где старые песни о главном. Опять же, у нас с коллегами возникла такая дискуссия, а всем ли можно рекомендовать эту стратегию, а можно ли её пропагандировать на популяционном уровне. Но, по-видимому, с оговорками. Потому что всё-таки дополнительный калий-хлор в пище, согласитесь, нужен не всем. У нас есть пациенты, у которых мы и без того боимся гиперкалиемии. И, кстати, авторы этого исследования, они действительно таких пациентов исключали. То есть они не включали пациентов со значимой хронической болезнью почек, и они не включали пациентов, принимающих антагонисты минералокортикоидных рецепторов. То есть они брали такую вот усреднённую популяцию. Посмотрите, пожалуйста, разницы по гиперкалиемии не было. Но, тем не менее, это всё-таки важно. И, наверное, вот эта рекомендация, она скорее, наверное, должна исходить от врача, нежели быть такой вот популяционной рекомендацией, которая хороша всем, например, так же, как мы просим пациентов по умолчанию покупать иодированную соль. Исследования очень остроумные, согласитесь. Я не знаю, буду ли я, например, покупать соль с содержанием калия, но, честно говоря, у меня соли в доме почти нет. В данном случае я совершенно честен перед вами, будучи специалистом по гипертонии. Я действительно практически не использую соль. Даже яичницу, когда жарю, то её не солю. И совершенно нормально. И помидоры ем без соли. Ну вот так. Вот это я приучился, и мне в этом плане хорошо. Но, тем не менее, это очередной повод вспомнить, что, в общем, такая простая рекомендация, как ограничение хлорида натрия с пищей, она очень классно работает не только в плане артериального давления, но и в плане вообще исходов прогнозов. Второе исследование, касающееся артериального давления, это тоже старые песни о главном, последние годы, чем занимаются гипертонезиологи, вновь и вновь перекраивают целевые значения артериального давления. Исследование степ, это попытка посмотреть, а что будет у пожилых людей, если им снизить давление ниже того уровня, который раньше считался золотым стандартом. Я напомню, что сейчас, с позиции рекомендации 2018 года, целевые уровни давления выглядят вот таким образом. То есть мы говорим, что пациентам старше 65 лет надо снижать давление чуть более либерально, там меньше 140. Это вот от 130 до 140, ну, ориентироваться на переносимость. А, кстати, давайте вспомним, что еще совсем недавно, до 2018 года, там вообще была, ну, правда, для пациентов 80+, там была отсечка 150. Ну, а потом появился исследование спринт, и, конечно, все совсем, всем голову заморочили, потому что исследование спринт все трактовали по-разному, и в результате у американцев появились свои нормативы, у европейцев свои, нефрологи вообще, они дословно восприняли результаты исследования спринта, и уже всем предлагают снижать давление меньше 120. Я вспоминаю последние рекомендации по гипертонии у больных с хронической болезнью почек, кейдига, это нефрологически. Ну, так вот, что сделали исследователи в этой работе, исследование STEP. Они взяли группу, условно говоря, стандартного лечения, но, опять же, поскольку исследование было начато давно, то за стандартное лечение принимали то, что было стандартом там еще, конечно, до 2018 года, то есть это давление 130, систолическое давление 130-150, группа интенсивного лечения это 110-130. Понятно. Ну, вот опять же, когда я пытался спрогнозировать результаты этого исследования, ну, мне казалось, что результаты будут очевидны, то есть, конечно, как всегда, чем ниже мы снижаем давление, тем меньше инфарктов, инсультов, но больше всего интересует расплата, то есть, чем мы будем платить у пожилых людей за гипотонию. То есть, это основное, что нас может останавливать, потому что, понятно, снизить давление – это дело нехитрое, дурное дело нехитрое, вопрос, чем ты будешь расплачиваться. Итак, давайте смотреть. Что совершенно неудивительно. Первичная конечная точка, естественно, лучше в группе интенсивного лечения. Фактически, вот эта картинка, она прям почти один в один напоминает картинку из исследований спринта. То есть, конечно, инфарктов, инсультов будет меньше, если мы будем снижать давление до 110, а не до 130. Самое интересное – это плата за успех. И здесь результаты, надо сказать, оказались очень хорошими. Давайте посмотрим на эту правую колоночку, вот в данном случае, на какой-то уровень достоверности, вот это значение P, а вот здесь у нас побочные эффекты. Итак, единственный побочный эффект, который достоверно отличался, он называется гипотония. Но, опять же, там не очень понятно, что вкладывали в него авторы. То есть, это какая-то симптомная гипотония, или же это просто цифры на тонометре. Ну, посмотрите, пожалуйста, все остальное, что нас волнует. Головокружение, дизинес – это головокружение, синкопы, переломы, падение с переломами. Различий никаких нет. И самое главное – нет различий по функции почек. Потому что в спринте-то мы получили, да, прогноз лучше, но увеличивается риск падения, увеличивается риск симптомной гипотонии, и увеличивается частота острого почечного повреждения. Здесь этого нет. И это очень хорошо. Это очень хорошо. То есть, я думаю, что вот исследование STEP, оно как раз в следующем пересмотре, в следующих пересмотрах рекомендации по гипертонии, оно приведет к изменению этих рекомендаций и к возможности такого более активного снижения давления у пожилых людей. Но, опять же, с практической точки зрения, давайте помнить, ориентируясь на переносимость. То есть, если пациент жалуется на головокружение, если пациент жалуется на ортостатические симптомы, то надо вовремя остановиться. Как говорит один мой коллега замечательно, в стремлении помочь ближнему своему, главное – не перестараться. Так давление снижать можно, но осторожно. Результаты очень и очень неплохие. Двигаемся дальше, двигаемся дальше. Следующее исследование совершенно неожиданное. Даже сложно себе представить, что было в мах тех выдающихся ученых, которые запроектировали, запланировали исследование вот такого вот дизайна. Итак, вакцинация против гриппа у больных после инфаркта миокарда. Ну, мы, конечно, постоянно так говорим, но вернее, как говорим, шепчем, что вообще-то хроническим нашим пациентам, пожилым, легочным, сердечным, неплохо бы ежегодно проводить вакцинацию против гриппа и по графику вакцинацию против невмококовой инфекции. Это везде написано, это все знают, даже студенты время от времени правильно отвечают на экзамене, но, согласитесь, редко кто это делает, и я не уверен, что кто-то уж прям серьезно из кардиологов пациенту своему говорит, так, идите там обязательно вакцинируйтесь против гриппа. Здесь есть еще одна вишенка на торте. Дело в том, что в группе у этих пациентов исследуемых вакцинация проводилась в первые трое суток от начала острого коронарного синдрома. То есть, это не просто там вы выписались из больницы и там потом когда-нибудь, там пойдите осенью, сделайте прививку. А здесь фокус в том, что пациента вакцинировали против гриппа именно в момент, в первые три дня после наступления от начала инфаркта. Ну, так я держал интригу до последнего. Теперь давайте смотреть, что получилось. Это нереально прекрасное исследование, нереально прекрасные результаты. Посмотрите, как красиво разошлись кривые. А дальше я здесь поставлю многоточие и предлагаю каждому ответить на вопрос, будете ли вы завтра вакцинировать против гриппа своих пациентов с инфарктом миокарда. Я не берусь обсуждать механизмы тонкие, за счет чего это получилось. Опять же, желающим я готов выслать полный текст или дать ссылку на полный текст статьи. И покопаться в этой публикации я, честно говоря, еще детально ее не успел изучить, потому что действительно новостей очень и очень много, но, по-моему, работа очень красивая. Хотя, наверное, нам все-таки с вами предстоит сначала внедрить колхицин в нашу практику. Два года последние такие классные исследования были по колхицину у больных и с инфарктом миокарда, и в стабильный ИБС. Поэтому, наверное, после того, как мы начнем у коронарных больных использовать колхицин, а там, глядишь, мы с вами доберемся и до вакцинации против гриппа. Но, согласитесь, идея хороша. Заключительное исследование, о котором мне хотелось бы рассказать, исследование, которое, наверное, в большей степени относится к сосудистой хирургии, не столько к кардиологии, сколько к сосудистой хирургии. И мы с вами обсудим, насколько его результаты соответствуют нашим пациентам, нашей реальной практике. Исследование, сравнительное исследование каротидной эндартеректомии и стентирования сонных артерий. На сегодняшний день считается, что если у пациента степень стеноза больше 50-60%, то, в общем-то, такой стеноз нужно ревоскулиоризировать, потому что он угрожаемый. Но, на самом деле, сложно сказать, так это или нет. Есть еще масса всяких дополнительных соображений. Но, честно говоря, у меня как-то в голове... Ну, я не занимаюсь прицельно сосудистой хирургией. То есть, эти пациенты, они, естественно, приходят иногда, мы их направляем к сосудистым хирургам. Ну, вот у меня в голове была идея, что вроде бы каротидное что-то... Я помню, что каротидная эндартеректомия, она как-то по безопасности, она несколько лучше. Потому что, прежде всего, там вопрос безопасности. То есть, открыть артерию – это дело нехитрое, но, главное, занимаясь манипуляциями на артериях, не навредить пациенту. Ну, давайте посмотрим, что сделали авторы. Прежде всего, посмотрим, что это были за пациенты. Итак, 3,5 тысячи пациентов с тяжелым, бессимптомным каротидным стенозом. Желающие, если есть, опять же, те, кому интересны детали этого исследования, во-первых, можно взглядеться в этот слайд, во-вторых, можно найти, она есть в открытом доступе, эта публикация, посмотреть, что это были за пациенты. То есть, из них 20% раньше перенесли инсульт, это были пациенты, ну, посмотрите, там, по коллатеральным стенозам, по ипсилатеральным стенозам, то есть, какова была величина этих стенозов, мне кажется, это в основном интересно именно для сосудистых хирургов, для тех, кто с этими пациентами работает. Ну, а вот результаты. И главный результат, даже если не хочется вдаваться в эту картиночку, главный результат, по версии исследователей, процедуры не отличаются достоверно по побочным эффектам, несмотря на то, что здесь вот на картиночке С впечатление, что каротидная эндортеректомия, она лучше, но, тем не менее, там различия недостоверны. То есть, главные выводы исследователей, что, в общем, и каротидная эндортеректомия, и стентирование сонных артерий на равных правах имеют право на жизнь. Ну, а это вот распределение инсультов, которые были в периоде наблюдения. Естественно, самая важная, единственная конечная точка, которую здесь можно оценивать, это сколько будет инсультов после этой процедуры. Вы видите, что тяжелые, нетяжелые по бальной шкале примерно одинаковые. Ну, вот здесь, конечно, главный вопрос, о котором нужно обсуждать, это насколько применимы результаты этого исследования в нашей реальной практике. Дело в том, что все-таки операции на сонных артериях, они в достаточной степени операторзависимы. И мы прекрасно понимаем, что есть разные центры, есть разные операторы. И когда мы направляем пациента к сосудистому хирургу, ну, что грех оттаить, мы чаще всего направляем его к какому-то конкретно врачу. То есть мы знаем, что да, вот этот хирург в этом центре, вот он прилично выполняет вот такую операцию. И, конечно, здесь говорить о вообще всей статистике, что вот вообще в любом центре стентирования и в любом центре каротидной эндартерактомии, это все совершенно одинаково. Ну, конечно, это не совсем так, потому что процедуры, они операторзависимы, и все в конечном итоге еще и упирается в опыт конкретного врача и вообще в работу конкретного центра, потому что, согласитесь, что переоперационные осложнения, они зависят далеко не только от конкретного хирурга в конкретный момент времени. Это и анестезиологическая служба, и реанимация, и переоперационное консервативное введение этого пациента. Много-много-много факторов. Но, тем не менее, опять же, для специалистов, для сосудистых специалистов, конечно, эта работа тоже весьма интересная. Ну что ж, дорогие коллеги, мы с вами завершили первую часть нашего обсуждения, но это еще не все, это были хотлайны, а впереди очень короткий дайджест двух основных клинических рекомендаций. В этом году эксперты Европейского общества кардиологов представили четыре новых документа. Это клинические рекомендации по сердечной недостаточности, которых мы, конечно, долго ждали. Это клинические рекомендации по сердечно-сосудистой профилактике. И вот об этих двух документах мы поговорим. И есть еще два документа, которых мы не коснемся, поскольку невозможно объять необъятного. Это рекомендации по лечению клапанных пороков сердца и рекомендации по кардиостимуляции и ресинхронизирующей терапии. Это отдельная тема для отдельного разговора, наверное, со специалистами, которые достаточно узко занимаются этой проблемой. Итак, клинические рекомендации по сердечной недостаточности. В классификации, в диагностике сердечной недостаточности не произошло ничего нового. По-прежнему это деление на три варианта. Сниженная фракция выброса, умеренно сниженная и сохраненная фракция выброса. Здесь ничего не поменялось. По-прежнему два основных метода диагностики. Это эхокардиография и определение мозгового натрия револитического пептида. Обратите внимание, здесь первозданная схема. Я ее даже не успел перевести, но она совершенно не изменилась. Обратите внимание на отличие подходов европейских и российских. Мы что делаем прежде всего? Мы делаем эхокардиографию. Потому что это просто, это дешево. В системе ОМС это бесплатно. Мы отправляем задыхающегося отечного пациента на эхокардиографию. А вот если он к нам возвращается с нормальной фракцией выброса, вот тогда мы думаем, я надеюсь, что мы думаем, а нет ли у него сердечной недостаточности сохраненной фракции выброса, и ищем, где бы можно было сделать, где бы можно было определить, и главное, за чей счет уровень НТ про БНП. За рубежом все наоборот. Инструментальное исследование стоит дорого. Эхокардиография это дорого, это дорогой аппарат, это дорогой высококвалифицированный специалист, анализы дешевле. Поэтому посмотрите, пожалуйста, диагностика сердечной недостаточности с точки зрения европейских экспертов. Это сначала БНП, и если БНП нормальное, все, идея закрывается, значит нет сердечной недостаточности. А потом уже эхокардиография. Но это детали, в принципе, детали известны, здесь ничего не поменялось. А теперь давайте посмотрим на ключевые изменения на этом слайде. Я представил принципиально новые позиции, ну а потом будет то же самое в виде картинки. Конечно, первое и главное, и это мы знали, это не интрига, это, конечно, мы знали, что это будет, это появление с уровнем доказательности 1А, появление глифлозинов, то есть ингибиторов натриевоглюкозного котранспортера второго типа, ДАПа и Эмпоглифлозина, для лечения пациентов с ХСН со сниженной фракцией выброса. То есть еще раз повторю, все. Глифлозины перестали быть эндокринологическими препаратами только. И на сегодняшний день уже любой кардиолог должен владеть опытом, практикой назначения этих препаратов пациентам с сердечной недостаточностью, даже без сахарного диабета. Мы должны это делать так же, как мы назначаем иплеринон, спирон, лактон, аминолаприл, метапролол и так далее. Они уже вошли в обязательную программу лечения этих пациентов. Это естественно, потому что это исследование ДАПа-ЭЧФ, и, кстати, ДАПа-глифлозин пока в России единственный официально зарегистрированный по показанию ХСН препарат из этого класса. Но Эмпа на подходе, там вопрос тоже нескольких месяцев, потому что, как вы помните, Empire Reduced – это исследование, которое вышло в прошлом году. Появился в рекомендациях новый препарат. Тоже думаю, что многие о его существовании еще не знают. В России он не зарегистрирован. Препарат называется Veriziguat. И в прошлом году, обсуждая вообще новости кардиологии, год 2020, мы рассказывали про исследование Виктори. Препарат Veriziguat относится к принципиально новому классу препаратов. Это стимулятор растворимой гуанилат циклазы. Вот такой непростой у него механизм действия. Но надо сказать, что исследование довольно скромное. Я специально перед нашей встречей пересмотрел свои прошлогодние слайды, потому что я про это исследование рассказывал. Там выгода по суммарной конечной точке всего-навсего минус 10%. Причем все это не за счет смерти, а за счет госпитализации по поводу ХСН. Но, как говорится, тут каждая полинка-витаминка. Не знаю, будет ли он, появится ли он в России, сколько он будет стоить, будем ли мы его использовать. Но, тем не менее, исследование Виктори было. Препарат такой в мире есть. В рекомендациях он появился с уровнем 2В. В отдельных случаях можно рассмотреть назначение. Следующая новая позиция. Появилось хоть что-то в разделе сердечной недостаточности с умеренно сниженной фракцией выброса. И здесь вы видите, фактически, авторы, эксперты, они все наши классические препараты, блокаторы ренин ангиотензиновой системы, бета-блокаторы, минералокортикоидные антагонисты, арни, они все автоматически туда зачислили. Уровень 2В, то есть, можно попробовать. В рекомендациях пока нет ни слова про лечение сердечной недостаточности с сохраненной фракцией выброса. И это понятно, потому что исследование Empire Preserved появилось вот только-только что. И, конечно, оно не могло попасть в клинические рекомендации. Естественно, опять же, глифлоземы упомянуты как препараты первой линии для лечения сердечной недостаточности у больных с сахарным диабетом. Это тоже очевидно, это тоже, конечно, не новости. Мы, в общем-то, так и делаем уже много лет. И, на мой взгляд, очень важная, очень интересная тема. О ней время от времени говорят. Но практика показывает, что это делают далеко не все. Вместе с тем, посмотрите, как это все звучит, как-то настоятельно и убедительно. Это периодический скрининг на анемию железодефицит с уровнем 1. Мы обязаны это делать. И если у пациента есть сердечная недостаточность систолической и снижение ферритина, причем посмотрите, какой уровень ферритина. И вспомните, что у нас лаборатории дают уровень какой-то совершенно примитивный. Там норма чуть ли не до 25-35. Если ферритин меньше 100 нанограмм на миллилитр, у больных с сердечной недостаточностью рекомендуется железокарбоксимальтозный комплекс. Это не все делают. Это такая идея, которая витала в воздухе, но об этом надо вспомнить. А вот эритропоэтин этим пациентам не рекомендуется. Ну а теперь давайте посмотрим, как выглядит. Я тоже не успел ее, прошу прощения, еще не успел ее перевести. То есть отрисовать красиво, как это выглядит все на общем слайде. Думаю, что здесь все понятно, все видно. Итак, основа теперь уже вот этот любовный треугольник, блокатор раз, бета-блокатор. И антагонист минералокортикоидных рецепторов, он фактически превратился в квадрат. То есть у нас появилось теперь 4 препарата первой линии. Это блокатор раз. Включая арни, это бета-блокаторы, это спирон, лактон и плеренон, и это глифлозины. Ну вот что хотелось бы здесь обратить внимание. И мне, в общем, на самом деле эта идея нравится. Я немножко побаивался, что европейцы, так же как американцы, они попытаются арни, то есть сакубитрил волсартан, выпятить на первую позицию. Потому что в американских рекомендациях там все начинается с сакубитрил волсартан, а дальше, ну, дескать, если ты не можешь его назначить, то назначен гиби терапеев. Здесь все-таки очень хорошо, что авторы не стали так делать, а поставили эти препараты на, в общем-то, на одну полочку в одну клетку. И дают, пока что дают нам возможность выбрать. Потому что, конечно, сакубитрил волсартан мы можем дать не всем. Ну, прежде всего, это препарат, который дает довольно серьезную гипотонию. Честно говоря, вот те, кто реально им работает, те, кто его реально использует у больных с ХСН, ну, согласитесь, что больному с тяжелой ХСН назначить препарат в дозе 400 мг в сутки, это задача очень непростая, даже если мы там будем правильно-правильно это все тетровать. Вот такой нюанс. Кстати, глифлозины, в отличие от сакубитрил волсартана, они давление практически не снижают. Там есть только 1-2 мм ртутного столба, в общем, клинически незначимое. Ну, а дальше все, в общем-то, все известно. При, естественно, задержке жидкости – это петлевые диуретики, при расширении, при блокаде левой ножки пучка гиса в синусовом ритме – это сердечно-ресинхронизирующая терапия, при желудочках нарушении ритма ишемических, не ишемических – это имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор и так далее. Обратите внимание, кстати, сортаны по-прежнему при непереносимости ингибиторов АПФ. То есть вот сортаны, они не поднялись. Я, между прочим, думал, что как-то их, наконец, уравняют в правах, но нет, сортаны по-прежнему рассматриваются как группа резерва в данном случае, в отличие от артериальной гипертензии. Вот тоже там скромное место и в абородина при синусовом ритме. Ну, в общем, дальше ничего особенного не появилось, но это и понятно. Вообще редко, когда в рекомендациях что-то появляется революционно новое, потому что все-таки рекомендации – это исход, это итог, некий анализ тех исследований, тех работ, которые проводились в последние годы. И это был такой очень краткий обзор, фактически самых главных изменений в рекомендациях, хотя, конечно, документы очень большие, и мы на отдельных тематических встречах будем все это подробно и под лупой рассматривать. И опять же, очень коротко, очень конспективно, давайте посмотрим на клинические рекомендации по профилактике. Причем, если раньше мы их называли рекомендации по первичной профилактике, то сейчас там уже в полной мере описывается и вторичная профилактика, разделы, посвященные ишемической болезни сердца, после инфарктным пациентам там тоже есть. Ну, конечно, надо сказать, что рекомендации по профилактике – это такая некая суммация всего того, что мы знаем про отдельные факторы риска. И редко, когда в этих рекомендациях бывает что-то неожиданное. То есть, конечно, там, поскольку все рекомендации, они гармонизированы, ведь не должно быть такого, что в рекомендациях, например, по дислепидемии будет один целевой уровень липидов, а в рекомендациях по профилактике другой. Это абсурдно, тогда мы просто не сможем работать. Поэтому, конечно, большие блоки, они дублируют и гипертонические рекомендации, и липидные рекомендации. Но что кардинально поменялось, и что интересно, и что мы будем обсуждать, и что, по-видимому, мы примем, я думаю, что российское кардиологическое общество пойдет на вот это вот изменение – это система стратификации риска. Помните, что много лет, уже, по-моему, года с 2003-го, мы с вами работаем с системой SCORE. По-моему, в 2016-м году или в 2019-м даже она немножко поменяла систему SCORE. Там ее, да, правильно, в липидных рекомендациях ее пересчитали. Я напомню, что наша классическая таблица SCORE, она вот этой своей циферкой в квадрате, она отражала вероятность смертельного сердечно-сосудистого осложнения за ближайшие 10 лет, в отличие, например, от американской фрамингемской шкалы. Так вот, на смену шкале SCORE пришла шкала SCORE-2. И сейчас мы посмотрим, как она выглядит и о чем это. Прежде всего, давайте погрустим и убедимся, что наша страна необъятная входит в зону очень высокого риска. Посмотрите, пожалуйста, сюда же входят практически все страны бывшего Советского Союза, кроме Казахстана. В зону высокого риска входит Турция и страны Восточной Европы. В зону умеренного риска... У кого хорошо с географией, да, как контурные карты, ничего не подписано, но узнаем. В зону умеренного риска входит Финляндия, Швеция, Германия, Австрия, Италия, Португалия и Ирландия. И, наконец, у нас в самом благоприятном раскладе у нас Франция и Испания. Итак, шкала SCORE-2. Знакомьтесь. Шкала SCORE-2, чем она отличается? Она демонстрирует... Там много отличий, сейчас мы все это с вами рассмотрим. Она демонстрирует вероятность наступления как смертельных, так и несмертельных событий, что, конечно, на мой взгляд, очень правильно и очень удобно. Потому что здесь мы уже получаем правдоподобную схему. Но вот этих вот табличек, их четыре. Почему я рассказывал, останавливался на страны с разным риском. А теперь смотрите просто по градиенту цвета. Как меняется степень риска. Итак, это у нас самое легкое. Это для стран с невысоким риском. Это для Испании и Франции. Просто смотрите, следите за градиентом. Умеренный риск. Это у нас Германия. Это у нас Скандинавия, кроме Норвегии. Высокий риск. Это Восточная Европа. Это Чехия, Словакия, Польша. И, наконец, Россия. Все красным шрифтом. Давайте посмотрим только на Россию. Сразу вспоминается анекдот. Старый советский анекдот. Приезжает иностранец в Советский Союз. И где-то там споткнулся, свалился в какую-то яму, вымазался в грязи. Вылезает. Говорит, ну что ж такое, яма вот у вас. Ну вы бы как-то там оградили бы, там флажки поставили. Ему говорят, родной, ты когда в Советский Союз въезжал, ты на границе красный флаг видел? Ну а что ж ты хочешь? Вот этот вот сплошной красный флаг, он очень напоминает эту историю. Если выдалось тебе родиться в России, то, к сожалению, ты дожил до 40 лет. И ты мужчина, то фактически ты все время попадаешь в зону высокого риска. Ну женщины еще 10 лет могут как-то пожить оптимистично. Но ладно, хотя это действительно выглядит не очень здорово. И как-то вот с позиции даже общения с пациентом выглядит не очень оптимистично. Но тем не менее, давайте теперь все-таки остановимся на деталях. Здесь много-много-много всякого интересного. Я специально увеличил этот кусок, мы его разобьем на две части, потому что там была длинная полоска для удобства восприятия, я ее разрезал пополам. Итак, это шкала СКОР-2 для пациентов в возрасте от 40 до 69-70 лет. Еще раз повторю, вот эта цифра в кружочке, она означает вероятность наступления любого, в том числе несмертельного сердечно-сосудистого события, то есть будь то инфаркта или инсульта, или ревоскулиризации. Так что здесь нового появилось? По-прежнему понятно, что факторы риска классические, расположение классическое, но что интересно? Во-первых, обратите внимание, в отличие от старых шкал СКОР, здесь в качестве показателя липидного обмена используют не величину общего холестерина, а величину не ЛВП холестерина, то есть это общий холестерин минус холестерин ЛВП. Помните, что для расчета ЛНП нам нужна формула Фридвальда, нам нужно еще знать три глицерина, здесь формально говоря мы можем посмотреть общий холестерин и ЛВП, а дальше произвести несложное математическое вычисление. Вот такой, относительно он, конечно, не новый, мы знали про него, но как-то мы его реально не оценивали, не ЛВП холестерин. Ну и второе, посмотрите, пожалуйста, что там, где даются отсечки по давлению, там есть категории 100, 120, 120, 140, то есть нормальное давление, оно тоже оказалось разное, оптимальное давление и высокое нормальное давление. Ну а дальше, конечно, эта шкала хороша, и на мой взгляд, она хороша даже не для того, чтобы ввести какие-то медицинские документы, там писать диагнозы, все это очень любят, но мне шкала скор нравится прежде всего при работе с живым пациентом, потому что я могу реальному пациенту, который ко мне приходит, я ему могу сказать, вот посмотрите, пожалуйста, уважаемый 60-летний курящий мужчина с нелеченной гипертонией и нелеченной гиперхолестериномией, у вас вероятность любого инфаркта, инсульта в ближайшие 10 лет составляет 40%, колоссальное количество, потому что там вот это вот фатальные риски, там цифры такие были легкомысленные, там 7%, это уже очень высокий риск, что такое 7%? Но если мы с вами будем лечить гипертонию, гиперхолестериномию, вы бросите курить, то у вас этот риск может снизиться в 4 раза, вот это очень хорошо, вот это очень классный мотиватор, не надо запугивать только пациентов, но использовать вот это в качестве положительного мотиватора, на мой взгляд, это очень здорово, поэтому с моей точки зрения, вот в моей клинической практике, мне кажется, это приживется, и мне шкала SCORE-2, она мне нравится больше, чем шкала SCORE, вот скажу честно. Ну, а это продолжение, это шкала SCORE-2 ОП для пожилых пациентов, здесь видите продолжение от 70 до 90 лет, и, конечно, здесь понятно, что если человек дожил до 80 лет, то, в общем, не пережить следующее десятилетие, вероятность у него довольно высокая, но, опять же, мне кажется, что вот эта шкала, она в большей степени нужна для мотивации, для работы с пациентами, нежели для нас там, нежели это как-то повлияет на непосредственную конкретную тактику лечения конкретного пациента. Так что, знакомьтесь, шкала SCORE-2, как говорится, скоро во всех медицинских кабинетах. Я почти уверен, что РКО ее будет использовать, и все это переведут, переплетут, все это войдет в наши рекомендации, и, в общем-то, станет обязательным для нашей популяции, что, на мой взгляд, неплохо. Документ огромный, документ по профилактике – это больше ста страниц, и, конечно, многие вещи, они либо дублируются, как я уже сказал, либо они какие-то дают нам азбучные истины, касающиеся питания, курения, ничего в этом оригинального нет, но вот здесь я на этот слайд вынес несколько новых и, на мой взгляд, интересных таких практичных и интересных новостей, о которых раньше не было и о которых мы как-то не особенно говорили или говорили, но так, вскользь. Так, первые две позиции. Неврологи, кстати, жутко счастливы. Я недавно общался как раз с неврологами, они прямо говорят, что вот вы молодцы, наконец, вообще кардиологи стали говорить о мигрене. Потому что когда-то говорили, что чуть ли не о мигрене – это хорошо, там мигрень, если сосуды спазмируются, расширяются, это говорит о том, там хорошая их реактивность, значит, ничего подобного. Мигрень с аурой – это нехорошо. Мигрень с аурой – это дополнительный фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. Это первое. И второе, видите, тоже очень такая чёткая рекомендация, правда, непонятная, она, конечно, не очень для кардиологов, но кардиологи тоже об этом должны знать. Избегайте оральных контрацептивов при мигрене с аурой. Повышается риск тромбоза. Вот такая интересная штука. Третья позиция, мне кажется, тоже очень важная и очень практичная. Не используйте ненужные исследования в качестве реклассификаторов риска. Сюда относится генетический скрининг. Очень популярно. Коммерческие лаборатории. Приходите, мы вам сейчас сделаем генетику и погадаем вам, о чего вы помрёте. Совершенно бесполезно. Я вас уверяю, что любой нормальный клиницист при любом нормальном сборе анамнеза он получит данных гораздо больше, чем некие генетические скрининги. Биомаркёры, сосудистые тесты, визуализации, кроме двух известных реклассификаторов. Это коронарный кальций и ультразвук сонных артерий. Это действительно два практических метода. Коронарный кальций сложнее и дороже. У ЗДГ сонных артерий это дешевле и проще. В ситуации, когда мы попадаем в промежуточную зону и нам надо решить, назначать статьи на пациенту или не назначать. Поставили датчик, посмотрели. Бляшки есть, скорее всё-таки надо. Бляшек нет, значит пока хоть и так. Это в случае, когда пациент попадает в серую зону. И наконец, последняя позиция. Видите, это уже вторичная профилактика. Впервые появляется позиция, касающаяся применения колхицина. Я напомню, что о колхицине в лечении ишемической болезни сердца активно говорят уже последние два года. Это исследование КАЛКОТ и это исследование ЛОУДОКО-2, это 19-20 год. Очень крупные, очень интересные и очень позитивные исследования у пациенток с инфарктом миокарда и хронической ишемической болезнью сердца. Свидетельствующие о том, что небольшая доза колхицина действительно улучшает прогноз. Но пока ещё мы на практике, я думаю, что, наверное, мы тоже. Ещё пока колхицин своим больным с ЭБС не назначаем, но всё-таки что-то должно произойти. По-видимому, правда, я думаю, что должен колхицин появиться у нас. Потому что в России есть какое-то небольшое количество колхицин-дисперта, который время от времени пропадает, потом его несчастные больные с подагрой все выкупают. Конечно, для этого должен быть ещё и рынок колхицина. Но так или иначе, идея с колхицином, она звучит, она впервые попала в рекомендации. Думаю, что после того, как мы освоим назначение колхицина больным после инфаркта миокарда, мы перейдём к вакцинации, когда уже все возможности сердечно-сосудистые будут исчерпаны. Ну что ж, дорогие коллеги, да, это был последний слайд, а это значит, что мы завершаем нашу основную программу. Уж не знаю, что получилось, но я надеюсь, что какой-то дайджест, какой-то обзор всё-таки получился. Я надеюсь, что это будет своеобразным таким маяком в тумане. Фотография, которую я сделал нынешним летом на Сахалине, это японский маяк Анива, к которому такие путешественники в тумане двигаются. Я очень надеюсь, что наша с вами беседа, это тоже будет таким неким маяком. Внизу на слайде мой электронный адрес, мой мэл. Если есть какие-то пожелания, вопросы практически, то, пожалуйста, вы можете в том числе писать на мэл. Но, опять же, на какие-то вопросы я обязательно отвечу после короткого перерыва. Поэтому я не прощаюсь. Сейчас мы буквально сделаем перерыв минут на пять. За это время мы соберём все ваши вопросы. Я надеюсь, что они есть. Я благодарю вас за внимание, и мы встретимся через пять минут для сессии ответа на вопросы. Так что оставайтесь, как говорится, оставайтесь с нами. Дорогие коллеги, мы снова вместе. Настало время ответить на вопросы, ну, точнее, на один вопрос, который не утонул в потоках благодарности. Спасибо вам тоже большое за ваше участие, за внимание. Действительно, очень приятно видеть теплые отклики. И один вопрос задал наш слушатель Андрей. Эмпоглифлозин добавляется при ХСН вместо спиронолактона или к нему? Ну, во-первых, нужно всё-таки сказать, что мы с вами, если мы с вами работаем в России, то мы используем официально зарегистрированные показания. На сегодняшний день пока у больных без сахарного диабета, при сердечной недостаточности зарегистрирован только дапоглифлозин. Вопрос регистрации эмпоглифлозина по показанию ХСН – это вопрос времени. Пусть короткого, но времени. Эмпоглифлозин, вернее, глифлозины, давайте так, ингибиторы SGLT2, можно добавлять к стандартной любой терапии сердечной недостаточности. То есть, если пациент уже, чаще всего он уже получает блокадор ренино-ангиотензиновой системы, ингибитор АПФ или ОРНИ-бета-блокатор, антагонист минералокортикоидных рецепторов, то вот эту базисную терапию, ее трогать не нужно. Вы просто добавляете ингибитор натриевоглюкозного транспортера четвертым препаратом. Опять же, если вы лечите пациента заново, то вот у вас есть вот эти четыре камня, которые по-хорошему вы должны назначить, потому что все эти четыре группы препаратов, они улучшают прогноз. И, как вы понимаете, если вы что-то не назначаете, то вы прежде всего должны объяснить себе, заведующему отделением, эксперту страховой компании, почему вы это делаете. То есть, почему вы не назначили больному ингибитор АПФ, бета-блокатор спиронлоктона или эпилеринон и ингибитор натриевоглюкозного транспортера, потому что все эти четыре препарата на равных правах, они улучшают прогноз. Так что это не вместо, это вместе. Дорогие коллеги, вопросов больше нет. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго, хорошего вечера, хорошего остатка рабочей недели и, конечно, до встречи и на наших онлайн-площадках, в том числе на Первом МедТВ и в реальной жизни в наших с вами городах, в нашей стране и даже, может быть, и в наших странах. Всего доброго, будьте здоровы!